Вот представляете, как у нас все интересно. Навык «Затачивайте пилу» — это процесс постоянного обновления, самосовершенствования, которое включает в себя физические, ментальные, духовные, социальные аспекты жизни человека. Это ваши личные ресурсы и средства. Он сохраняет и развивает самый ценный ваш ресурс — вас самого. Вас самого. То есть будете вы, будет все остальное. Принцип «Затачивайте пилу» требует от нас учета всех четырех измерений. Он означает, что мы должны регулярно и последовательно развивать их самым разумным и сбалансированным образом. Постоянно совершенствуйте себя, чтобы поддерживать высокий уровень работоспособности. Вот смотрите, физические упражнения — питание, управление стрессовыми ситуациями. Вот физическими упражнениями кто вообще занимается? Есть такие? Какие молодцы! Вот знаете, я не смотрю себе на телевидение, но иногда я смотрю и вижу, что совершенно неважно, какой возраст у человека. Вот сегодня с утра была передача, где сказали, что одна наша звезда, как ее зовут? Ангелина Вовк. Ей 77 лет, а она вышла замуж. Выглядит прекрасно. Просто замечательно. Понимаете, я абсолютно счастлива. И, кстати, если вы понаблюдаете за этим человеком, Ангелина Вовка, она совершенно... У нее прекрасное равновесие. Она очень гармоничная. Да? И она притягивает. На каких бы она ни была, например, ток-шоу, она всегда выделяется тем, что она не нервничает. А, кстати, вот есть ток-шоу, где речь идет о проигрыше и выигрыше. И когда вы наблюдаете за этим, вы видите, что выигрывает тот человек, которому было в какой-то степени все равно. Он был равновесие, он не напрягался, он не стрессовал. Именно поэтому он выиграл. И вот Ангелина Вовк, 77 лет, выходит замуж, да? Ну, смешной, конечно, пример, можно сказать. Но на самом деле мы в любом возрасте, в любое время и в любом деле можем быть успешными, если мы гармоничная личность. И физическое управление, питание, управление стрессовыми ситуациями, это то, что действительно имеет смысл придавать этому значение. И Володя мне тоже иногда рассказывает, как он пошел, где там спрашивали про людей, которые, скажем... Господи, Володя, куда ты там пошел? Получить права. А там вокруг тебя на медицинской комиссии была масса людей. И эта масса людей им задавали кучу вопросов. И когда они последний раз пили, и занимаются ли они спортом, и вообще там все на свете. А его почему-то ни о чем не спросили, и тут же подписали. В итоге Володя, он-то сначала думал, как попасть пальцем к носу, там, то есть все, присесть. А потом он говорит, да почему вы мне не задаете этих вопросов? А врач говорит, ну я вижу, я вижу по вам, что вы или бывший спортсмен, или даже действующий спортсмен, и что вы давно не пили, и вообще у вас правильный образ жизни. То есть видно, да? Считал, да? Понял, да? Сразу чувствуется. Ребята, вот это физические упражнения, питание и все остальное, это то, чему мы обязательно с вами будем придавать значение. Интеллектуальное, чтение, воображение, планирование, письмо. Слушайте, что я вам хочу сказать. Конечно, мы с вами счастливые люди, потому что каждый месяц или каждые два месяца мы встречаем невероятно успешных людей. Ну, например, сегодня у нас очередная встреча с Вадимом Рафальским, Мариной Любовой. Они входят в сотню самых успешных сетевиков, да? Они умеют сегодня зарабатывать колоссальные деньги каждый месяц. Это люди, которые имеют за плечами историю, очень интересную, которая привела их сегодня к большим результатам. Сегодня мы встречаемся с Игорем Альберцем, который со своей стороны демонстрирует, как в своем возрасте покорить четырех женщин или пять женщин, иметь двенадцать детей и продолжать двигаться в этом направлении, судя по тому, как он вчера обнимался с нашей Аллой. И так далее, и так далее, и так далее. Я шучу, конечно. На самом деле, представляете, впереди нас ожидает событие. Это событие в Дубае. Вы слышали об этом? 21-22 февраля. Ребята, там будет просто звездная россыпь успешных людей. И это люди, с которыми вы сможете, знаете, не то что познакомиться, вы услышите их рекомендации, вы поймете, как они функционируют. Вы будете наблюдать, как они строят организации и сколько успешных людей они уже смогли создать. Как они ведут за собой команду, что они сегодня делают в разных направлениях. Например, меня завораживает, как сегодня работают с предпринимателями. Как это помогает людям. Как это интересно, когда строится сеть в сети. Я этого никогда раньше не видела, меня это интересует бесконечно. Короче говоря, ну смотрите, вы приедете в Дубае, а там будет невероятное количество успешных людей. И это будут даже не только те люди, которые будут стоять на сцене. Это будут даже те люди, которые приедут из разных городов и стран. И вы сможете посмотреть также и обменяться какими-то впечатлениями. Вчера мы были невероятно счастливы, что Юра Зотов, например. Ой, подождите, давайте я дальше перелесну. Вот смотрите, взаимозамисты. Мы были страшно счастливы, что он пошел с другой командой. Мы понимали, что они будут общаться. И что они получат очень многое от этого общения. И поэтому, если мы даже с вами не дочитываем. Если мы даже с вами чего-то не добираем. То общение с успешными людьми все это выправляет. И если вы не пропускаете ни одного события, вы изменитесь и станете очень успешным человеком. Вот смотрите, вот этот круг, затачивайте пилу. Посмотрите, как много объединяет. И то, что вы меняетесь, и то, что вы стремитесь понимать, а потом быть понятым. И правильно думать, и одержать не только личную победу, но и победу общественную. То есть вы от этого не уйдете. И я, знаете, хочу вам здесь прочитать. Седьмой навык заключается в постоянном совершенствовании четырех личностных факторов. Физического, духовного, интеллектуального и социально-эмоционального. Вот социально-эмоционального – это то, что делает успешными наших детей. И делает всех нас. Вот этот фактор быть адаптированным социально. Он невероятно важен, да? И смотрите, что дальше. Затачивайте пилу. Развитие этих факторов – это наша инвестиция в себя. Развитие и поддержка средств производства, которые используются для достижения наших жизненных целей. А теперь давайте я вам прочитаю следующий текст. Когда-нибудь вам придется столкнуться с великим искушением или согнуться под тяготами жизни. Но истинная борьба происходит здесь и сейчас. Именно сейчас решается. Потерпите вы жалкое поражение или одержите славную победу в день тяжких невзгод или искушений. Характер нельзя укрепить иначе, как путем упорных продолжительных усилий. Знаете, о чем это говорит? О том, что именно то, что происходит здесь и сейчас, является определяющим. Что нет мелочей. И то, что мы сегодня здесь вместе в этой команде и будем слушать успешного человека – это и есть самое важное и самое главное. Здесь и сейчас мы определяем свой успех. И это происходит каждое мгновение в нашей жизни. И каждое мгновение уникально. Обновление – это принцип и одновременно процесс, который побуждает нас двигаться по восходящей спирали роста и развития. По спирали постоянного совершенствования. Ребята, постоянное совершенствование и счастье не за горами – успех тоже с нами. И я сейчас хочу спросить у вас. Мы с вами двигаемся на верхушку макушки. Вы с этим согласны? Итак, а сейчас я передаю микрофон Марине Любовой. Умницы и красавицы. Женщины, которые делают вокруг себя погоду. И того мужчину, которым мы с вами восхищаемся. Марина Любова, которая всегда рядом. Марина Любова, которая всегда умеет услышать и понять. И принять правильные решения. Это тот человек, с которым многим только предстоит познакомиться. Но это тот человек, который очень многим доказал, что она надежный труд. Она мидер. И она тот человек, который ведет за собой огромную-огромную организацию. По огромному успеху. Марина Любова! Спасибо огромное! Спасибо, друзья!